В Бойкале идет торговля? Ну пока здесь на новом месте, еще первый раз здесь так не очень-то. Сколько? Первый день, да? Второй день. Второй день идет, ага. На новом месте так еще как-то, может, люди не знают еще ничего, а так подходят, покупают, берут, интересуются, спрашивают. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы это было дольше. И мы будем смотреть с бизнесменами, разговаривать, убеждать коллег, население это надо. Причем не разовой акцией, а желательно вот в этот период и поддержать. Поэтому я думаю, что мы договоримся, определим формат этого народного базара, тот, который устроит всех, чтобы и рынок был не в убытке, и в то же время, чтобы население в первую очередь получило доступную продукцию. Сейчас и 5, и 10 процентов скидка, это все очень ценно для населения. Вот это одна из площадок, которая организовала такого рода базар. Мы обращались с такой просьбой и к рынку сказка, и к птичьему базару, и к русскому базару. У них свои ярмарки выходного дня, но вот такого по размаху, по представлению всего ассортимента продукции у нас нет. Он, видите, вчера 10 килограмм взял, сегодня вот бананы. 68 рублей, значит 80, 90, 100. Я же пенсионер, уже мне 70 лет так. Соответственно, пойдешь сначала, посмотришь, а потом уже покупаешь. Вот мед вчера брал, я банку взял, 1000 рублей. Я осенью брал, 2200 у соседей. Это разница ощутимая так. Вот так же и все остальное посмотришь, так вот. Во-первых, и свежее берешь это сам.